Бойцовку стройотряда Игорь Шахматов надевает сейчас по случаю, хотя по сути он с ней не расставался. С 77 года прошлого века его сердце отдано стройотрядовскому движению. Бойцы отряда «Монолит» медицинского вуза были в числе первых, кто поехал на масштабные стройки. К примеру, крупнейший в Сибири и на Дальнем Востоке объект – Каменский элеватор. Я работал на самом верху рабочей башни, чтобы туда подняться, принимать раствор. Девчонки штукатурили внутри, а я – все, выше меня только звезды. 25 этажей надо было вот так вот пройти, 50 пролетов этих маршевых, чтобы там оказаться. И я видел там заобье, там крутиха уже, обское море. «Монолит» пять лет строил и Кулундинский магистральный канал. Работали также на Среднесибирской железнодорожной магистрали. В каждом из 15 отрядов, только медицинского, по 40-60 бойцов. Это был расцвет стройотрядовского движения. В новое, назовем его так, стройотрядовское время, число бойцов варьируется от 15 до 20 человек. Но они уже не только строят, есть отряды проводников, вожатых, изюминка медвуза, медицинские отряды. Появились в 2019-м в их составе много иностранных студентов. Работа всех медицинских отрядов, она заключается в исполнении обязанностей младшего и среднего медицинского персонала. То есть это санитары и медсестры, медбратья. От поддержания чистоты уборки, даже там, условно говоря, вату катать, это тоже, если потребуется, скатают столько, что на год вперед хватит. До инъекций, до назначения, ну не назначения, точнее, выдачи препаратов, постовые. Кстати, в медицинском все еще действует стройотряд «Монолит», тот самый родом из 70-х прошлого века. В его рядах теперь не только представители медвуза строят объекты «Росатома». Если говорить о доходах студентов, то зарабатывают не как блогеры, конечно, но суммы вполне достойные. Неплохие деньги, учитывая тот факт, что мы выезжаем на объект и мы зарабатываем буквально плюс-минус те же 100 тысяч, но у нас полностью идет оплачиваемое проживание, питание, ну и то есть мы ни в чем не нуждаемся. В собственных 70-х труд студентов неплохо оплачивался. 500 рублей за сезон – хорошая подработка, но все же деньги для бойцов не главное. Жизнь-то отрядная – это же не только работа, и не столько работа. Это вот все мероприятия, дни рождения, куча отрядных праздников. Человек, если даже он никогда в жизни не писал, не играл на гитаре, он научится играть на гитаре, он начнет песни писать. Это возможность самореализации, проверки многих своих качеств. Для меня это реально насыщенное хобби, которое перевесло и в профессию мою, и в мою любовь. Весь день мы работали с ребятами, все уставшие, все хотят лечь спать, но мы идем там в лес куда-то, не знаю, петь песни у костра, и ты просто сидишь, и тебе вообще ничего в этот момент не нужно. Ты чувствуешь себя вот единым целым со своими ребятами. Одним словом, все это называют романтикой, и ради нее прежде всего и идут в стройотряды разные поколения студентов. Сотни друзей на всю жизнь, встречи и воспоминания, а еще возможность собраться на одной сцене и спеть, вспомнив свои вечера у костра. Это и случится уже в ближайшую пятницу в Титов-арене. Бойцовки приготовлены, а настроение у стройотрядовцев даже спустя десятки лет на высоте. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.